Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Прежде всего я хочу поблагодарить организаторов Конгресса за приглашение, за честь оказанную мне не только участвовать в Конгрессе, но и быть докладчиком Конгресса. И прежде чем мы будем говорить об опыте, который у нас в Ростовской области применен в рамках... Почему? Не знаю. Хорошо, спасибо. Прежде чем говорить о том, почему выбран такой скрининг жидкостной цитологии в Ростовской области, наверное имеет смысл сказать, какие скрининговые программы предложены, но не являются рекомендательной базой в России, и как этот материал обсуждается за рубежом. Итак, если мы говорим о том, почему стоит вопрос сегодня об этом, то нужно отдать должное, что за последние 10 лет заболеваемость в России выросла на 26% рака шейки матки. Но самое страшное не то, что она выросла, а то, что запущенные формы превалируют, и соответственно высокий уровень смертности. Говоря о методах исследования шейки матки, мы, безусловно, должны сказать, что несмотря на то, что на первом месте стоит цитологический метод, мы не исключаем это и ПЦР-диагностику, потому что ПЦР-диагностика необходима, если, конечно, мы исключаем воспалительный процесс, который, как в случае трихомониаза, может имитировать онкологический процесс на шейке матки. И, как мы знаем с вами, если здесь практикующие врачи, это же заболевание может приводить к рудоимитации пролоктинома гипофиза. Итак, метод жесткосной цитологии. Почему ему отдаётся, в общем-то, преимущество? Ну, потому что в силу технических моментов. Он, возможность сохранения длительного материала, есть вероятность того, что мы сохраняем материал полностью в момент забора. Это длительный период сохранности материала между временем забора и транспортировкой и сохранение длительного материала. И этот же материал мы в последующем можем использовать для ПЦР-диагностики инфекции. Если мы видим в мазках на атипические клетки в жидкостной цитологии воспалительный процесс, мы можем этот материал использовать для того, чтобы понять, какой возбудитель вызвал этот воспалительный процесс. Я говорю, безусловно, о хламидиозе, гонореи и трихомониазе, а не о других инфекциях, которые не определяются ПЦР-диагностикой большей частью. И я не буду останавливаться больше, особенно на этом слайде, потому что правила забора, они, в общем-то, характерны абсолютно для всех мазков и обычным рутинным способом, и цитологическим методом. Используем мы, когда проводим жидкостную цитологию, те же классификацию Б-теста, которая принята в 2001 году. И вот теперь тактика ведения, которая рекомендована в России для практикующих врачей, когда мы получаем аскино-атипические клетки. Итак, при клетках неясная теология. Обратите внимание, здесь предлагается либо ВПЧ-тестирование по нашим данным российским, либо проведение цитологии. И скрининг проводится через 6 месяцев. Я потом буду рассказывать о последнем конгрессе Евраджина в Севиле, обсуждении никогда не стоит вопрос о том, что через 6 месяцев в любом случае повторять цитологию. И еще один момент. После ВПЧ-тестирования наши данные рекомендуют проводить в случае положительного результата, не использовать, причем независимо от того, какой ВПЧ, какой возбудитель это вызвал, а сразу проводить кольпоскопическое исследование при необходимости биопсию шейки матки. Опять же, в такой момент, если мы получаем низкий уровень развития клетки опухолевого лоу сил, то есть низкой потенциальной активности, то мы предлагаем повторять цитологический метод исследования через 6 месяцев, не через 12 месяцев. И еще один момент, который является спорным в наших рекомендациях. Возможность уже после получения мазков с лоу сил – это проведение ВПЧ-цитологии. Однако вот то, что в сиреневом фоне подчеркнуто, что в 80% случаев у пациенток, у которых уже имеются изменения в мазках на атипические клетки, они инфицированы ВПЧ. То есть смысла нет удорожать это обследование. Мы уже будем иметь положительный результат. К тому же мы не проводим тестирование на все вирусы ВПЧ. То есть, соответственно, даже получая потом отрицательные результаты, мы не исключаем, что есть ВПЧ-инфекция низкого онкогенного риска. Если же высокий уровень, высокая степень повреждения, high сил, то здесь необходимо, безусловно, проводить обязательно, помимо кольпоскопии, и эксцезии шейки матки, еще и кюритаж для верхней отдела цервикального канала, потому что при смещении стыка эпителия мы можем получить проблему верхних отделов. И последнее, что я хочу напомнить о том, какие рекомендательные базы существуют у нас в Российской Федерации, это о том, что если мы получаем атипические клетки железистого эпителия, мы, конечно, обязаны провести диагностическое выскабливание полости матки. Итак, это наша рекомендательная база, которая дается в Российской Федерации. Перейдем к тому, что делается за рубежом. До 2012 года, я не переводила этот слайд, я покажу дальше материалы Конгресса, и он будет повторяться переведенный. В том же Соединенных Штатах Америки существовала следующая программа. Меньше 21 года скрининг не проводился, 21-29 лет предполагалась цитология изолирована, каждые три года, не чаще, в случае, естественно, отсутствия патологии. От 30 до 65 лет предпочтительно проведение цитологии, изолированной каждые три года, или код теста, то есть ВПЧ-тестирование и цитологии, каждые пять лет, если оба анализа отрицательны. Больше 65 лет необходимость скрининга отпадает, если последние 10 лет мы не находили никаких изменений. И после тотальной гистеректомии, если она выполнена по поводу доброкачественных процессов, скрининг необязательный. У вакцинированных предполагалось точно такое же проведение диагностики. Собственно говоря, этот слайд, который был представлен на материалах Конгресса в Севиле, он повторяет то, что я сейчас переводила на предыдущем слайде. И вот первое, что я увидела уже после приезда из Севиле в феврале месяце, вернее, до этого, сомнения по поводу программы, вот та, которая была существовала до 2012 года, о том, что нужно ли пролонгировать после 65 лет. Мы знаем, что уровень гистеректомии в Соединенных Штатах больше, чем в Российской Федерации, к 65 годам. И при этом у пациентов к 65-69 лет на 100 тысяч случаев в 27,4 встречаются рак шейки матки. То есть здесь у тех, у которых не было гистеректомии, естественно. То есть вопрос о том, нужно ли пролонгировать скрининг. Уже были такие сомнения. Дальше. Что мне понравилось, вот выдержки, которые я сделала из четырехдневного материала Конгресса. Что, да, ВПЧТ стал существенным изменением в скрининге шейки матки. И FDA одобрил в 2014 году, поменял вот ту программу, о которой я говорила, с введением, с генотипированием, как первичный скрининг. Однако, следующая фраза. Женщины из здравоохранения не готовы к этому. Отсутствует реагическое обоснование использования HPV-тестирования как первичного теста. И существует сомнение о возрасте начала скрининга и чистоте обследования. И вот первое эпидемиологическое исследование, которое уже было после двух лет использования этого скрининга, проведено в Соединенных Штатах. Включены были 551 женщина. И проведен опрос в доказательство того, что женщины не готовы к тому, что, во-первых, тестирование будет проводиться на ВПЧ раз в 5 лет. Они не готовы к этому. И что нет возможности проведения цитологического исследования. Я в последних уже, в конце доклада, скажу, правы ли ли женщины, пациентки в своих сомнениях, они или не правы. Или это их субъективное мнение. Мы знаем с вами, что мы сегодня работаем все-таки больше ориентируясь на свое собственное решение. Наша задача убедить пациентку. И то очень много у нас пациенток, легко убеждаемых в том, что доктор прав. А за рубежом обсуждается в тех же Соединенных Штатах этот треугольник. Это мнение доктора, мнение пациентки и мнение страховой компании абсолютно равновесны. Причем иногда превалирует мнение страховой компании. Итак, какая тактика должна быть выбрана? Некоторые отличия по сравнению с теми скрининговыми программами, которые у нас предложены. То, что было представлено на Конгрессе в одном из докладов. Если HPV негативные пациентки, но при этом с изменениями в цитологическлетками неясного генеза в моске на атипические клетки, то повторный скрининг предпочтителен через 5 лет или цитологический через 3 года. Если HPV позитивный, но цитологически негативный, то скрининг повторный через 12 месяцев, не ранее. Или опция вторая, тестирование, генотипирование на высокий онкогенный риск 16-18 тип, если он положительный, кольпоскопия. Если негативный, то не ранее 12 месяцев повторный скрининг. Ни о каких 6 месяцах этот вопрос не стоит. Вопросы, которые задавались на Конгрессах. Может ли первичный HPV-тест с генотипированием быть таким же надежным и эффективным, как цитологический метод? Негативный обеспечивает большую возможность ЦИН-3 по сравнению с негативным цитологическим тестом. Опять же я говорю о том, что это убеждение было в феврале месяце. А в майке я уже нашла совершенно другой материал, ставящий под сомнение это утверждение. И может ли первичный HPV-тест с генотипированием рассматриваться как альтернатива скрининга рака шейки матки в связи с достаточной эффективностью. Она может быть считается, представлена была докладчиком из Соединенных Штатов. И цитология сама по себе по-прежнему может оставаться при этом в рамках скрининговых программ. Опять же о возрасте. Что не раньше 25 лет. И интервал, какие интервали преимущества? Что если HPV отрицательный, то тогда выпачки тестирования, тогда мы можем увеличить следующий интервал до 5 лет. Но тем не менее, предупредить все раки с помощью скрининговой программы нереалистично. Это был общий вывод. И цитология как сама была, так и есть остается. Отправная точка всех скрининговых программ. Что нам может помочь в том плане, что если мы имеем инфицирование, подтвержденное тестом на ВПЧ, что нам может подсказать, у какой женщины возможно развитие опухолевого процесса? Это Пи-16Ки-67 и анализ метилирования в клетках генохозяина. Я хочу сказать, что одна у нас из лидирующих лабораторий, которая лучше всех в городе выполняет, все методологии по изучению скрининговых программ, по выполнению, на провайдера этого, собственно говоря, руководителя этой лаборатории, они попытались сделать метилирование, ввести как обычный рутинный метод. Технически очень сложный, но тем не менее, они не лишают себя такой возможности в будущем поставить это на поток. И естественно метилирование, почему оно нам нужно? Потому что оно повышается в связи с тяжестью поражения, и оно 100% определяется у пациенток, у которых дисплазия третьей степени, ЦИН-3 или рак на месте. И вот те варианты скрининговых программ, которые были предложены в конференции докладчиками из разных стран. Итак, материалы FDA. Если мы проводим ВПЧ-тестирование, но и получаем положительный результат 12 этих генов, то мы должны выполнить социологическое исследование. Если у нас есть высокие анкогенные подтвержденные, подтвержденные на 16-18, то нам необходимо выполнить кольпоскопическое исследование. Если цитологическое исследование дает изменения, то мы должны выполнить кольпоскопическое исследование. Следующий пилотный проект предложен итальянскими докторами. HPV как первичный тест. Если он негативный, то возвращается к скринингам УРАД, обычный, то есть повторяется через 5 лет. Если позитивный, цитология стоит на втором плане. Если патологии нет, значит повторяем через год тест. Если есть патология, то мы тогда выполняем уже последним этапом кольпоскопию. Немецкий проект о том, что больше 25 лет выполняется только цитология каждые 3 года. И в случае, если там есть изменения, то можно проводить исследование на биомаркер или ВПЧ-тестирование. Если больше 30 лет, то тут 3 варианта. Либо КО-тест, либо HPV-тест, либо ПАП-тест. Каждый из себя друг друга не исключает. И если мы находим патологию, соответственно, опять же, на уровень активности процесса мы можем тестировать эту пациентку. Бельгийский проект. Они очень все похожи. Я показала вам то, что было предложено на этом Конгрессе. HPV-тестирование. Это повторный тест через 5 лет. Если он отрицательный, если положительный, опять же, мы возвращаемся к цитологическому методу исследования. И уже потом, при наличии патологии, мы выполняем кольпоскопическое исследование. И тем не менее, вывод опять же был сделан в окончательных докладах Конгресса о том, что цитологический сам по себе метод может и остается быть основным для того, чтобы определить, есть ли или нет патология шейки матки. Возвращаясь к вопросу о кольпоскопии, я почему сделала такой упор на страховых компаниях? Мы часто в практическом здравоохранении увлекаемся кольпоскопическим исследованием. Это первичное, почему-то, никем не рекомендованное рутинный метод исследования. Хотя на самом деле он даже для всех HPV-позитивных не может быть и обязательным рутинным методом исследования, а только после выполнения цитологического метода исследования. И самое главное, что я хочу сказать, что наличие в ВПЧ положительного теста это вопрос о однозначном инфицировании. Если он отрицательный, предполагаем, что да, риск развития у этой пациентки очень низкий каких-то проблем, потому что нет этиологического фактора. Но если он позитивный, это не значит, что есть патология. Мы знаем, что может быть элиминация, и это оценивает только будущий риск, а не наличие заболевания. Вот почему даже после первичного теста следующим является этот цитологический метод исследования как подтверждающий и исключающий наличие суперсубстрата заболевания. И вот уже практически подходя к завершающей части доклада, я хочу сказать, что пытаясь постоянно следить за тем материалом, что происходит по скрининговым программам за рубежом прежде всего, я нашла такой материал в апреле месяца этого года о том, что впервые был выполнен, в мае он был опубликован, впервые был выполнен анализ вот за эти два года в Соединенных Штатах о том, правильность ли выбора HPV-тестирования как первичного. И вы помните, что я говорила о том, что у ВПЧ-тестирования есть такое представление, что оно более чувствительный метод при дисплазии третьей степени. Но цифры говорят совершенно о противоположном. Они подтверждают сомнения тех женщин, которых проводили АПСРОС, что рано нам отказываться еще от цитологического метода исследования как скрининговых программ. 250 тысяч женщин, 526 случаев подтвержденного цервикального рака. ВПЧ-результаты при этом были негативны в 18,6%. ПАП-тест был негативный только в 12,2%. А совместно КО-тест был отрицательный в 5,5% результатов. Таким образом, делается вывод о том, что для верификации дисплазии третьей степени более чувствительным является цитологический метод исследования. Почему? Как объясняют это аналитики из Центра по профилактике рака шейки матки в Соединенных Штатах? Они говорят о том, что HPV-тестирование в этом случае возможно из-за низкой вирусной нагрузки, первое. Во-вторых, некоторые раки лежат за пределами ВПЧ-инфицирования, то есть могут быть с этим не связаны. И последний момент, не все вирусы ВПЧ включены в скрининговую программу. Таким образом, то, что исключается 16-18, не исключает другие вирусы ВПЧ. Еще то, что мне понравилось на слайде. Почему жидкостная цитология? Да, чувствительность в ВПЧ-тестирования 95%. Но даже если опираться на это, мы говорим о ПАП-тесте. Чувствительность 50% рутинного метода, а уже жидкостная цитология нам дает 75% чувствительности. За счет чего? Я очень быстро покажу слайды, они интересны для практического здравоохранения в рутинной практике. Потому что это автоматизированная система, и она дает возможность нам проводить правильно забор и сразу погружать весь материал. И не вот такие мазки в итоге мы получаем с неравномерным окрашиванием, которые сложно поддаются анализу, а вот такого рода мазки. Но в любом случае практика цитолога и опыт цитолога и подготовка цитолога здесь должны присутствовать. В Ростовской области в рамках скрининговой программы по раку шейки матки с 2012 года введено обязательное обследование на атипические клетки методом жидкостной цитологии. Как вы видите, до этого периода у нас был значительно выше уровень рака шейки матки по сравнению даже со всей Российской Федерацией. На сегодняшний день нам удалось снизить заболеваемость на 4% у женщин, которые в возрасте больше 15 лет. То есть результаты по цифрам, они очевидны. Стоимость заложена уже в обязательное медицинское страхование. Я еще хочу сказать, что меня удивило на конгрессе в Севиле, заканчивая уже мой доклад, о том, что данные были представлены из Франции. Мне всегда, насколько я была осведомлена, что медицина, обязательное медицинское страхование во Франции, это одно из лучших в мире. Оказывается, у них нет обязательного тестирования. И вы видели, я не представляла их данные по скринингу рака шейки матки для всех пациенток. И был доклад представлен о том, кто из физишенов, то есть обычных врачей рутинной практики, назначает мазкино-атипические клетки при обращении банальным терапевту. Оказывается, мужчина 30-35 лет. А если пациентка попадает к женщине, доктору, больше 55 лет, у нее 100% гарантия, что у нее будет пропущен рак шейки матки. Потому что ей никогда не назначится скрининговое обследование на исключение этого заболевания. Таким образом, мы не в худшей ситуации. И, в общем-то, ориентироваться на знания практических врачей невозможно. Это должна быть программа, которая утверждена государством, и за этим должно подкрепление стоять финансовое. Спасибо большое за внимание. Светлана Олеговна, позвольте задать вам несколько вопросов, и затем я, так сказать, бы предложил нашим коллегам вопросы вам позадавать. У меня у самого возник следующий вопрос. Вы такой упор делаете на HPV-тестирование, но для России насколько это актуально? Ведь HPV-тестирование не входит в ОМС. Я упор делала на... Я делаю наоборот упор, потому что, во-первых, HPV-тестирование, оно значительно дороже, во-вторых, эффективность, как я показала в конце, даже там, где она уже введена, она не такая высокая. То есть мы должны брать опыт наших коллег уже и негативный в том числе, в первую очередь. Поэтому я наоборот делаю упор на другую. И мой второй вопрос такой вот, как бы к вам. Скажите, пожалуйста, вот включение жидкостной цитологии в программу диспансеризации, насколько это широко сейчас распространено в России? Я говорю специально о Ростовской области. Нет, честно сказать, что по Ростовской области мы три года как вели в рамке ОМС. С материалами нашими, с материалами, вот приблизительно с этим же докладом я была на Сибири, в Дальнем Востоке и разговаривала с коллегами. Почему они меня приглашали? Потому что им интересно, что делается за рубежом, потому что все растеряны врачи, как и когда и что проводить. Упор делается на кольпоскопическое исследование. И там, где заинтересованы в том, что снизить руководство здравоохранения в регионах, увеличить выявляемость и снизить заболеваемость треки шейки матки, они хотят знать вот эти вот результаты. По какому пути им вести? Вводить этого обязательно или не вводить? По беседам я понимаю, что психология доктора, обычного, она же неправильна. У нас нет, вот видите, путаница в программах российских. Масса вещей, которые делаются избыточно. Масса вещей, которые делаются логически неверно, так скажем. Поэтому это должно быть обязательно, чтобы человек не задумывался. Когда у нас выполняется кольпоскопия, видятся диспластические процессы, берутся мазки на атипичные, не берутся мазки, вернее берутся мазки, материал дается через три дня, а мы сразу делаем биопсию и получаем там выраженный воспалительный процесс. А потом в обычном на темном мазке приходит трихоманиаз, и это нормальная рутинная практика. Спасибо большое, Светлана Олеговна. Прошу, коллеги, если есть вопросы к Светлане Олеговне, вы сейчас можете их задать. Нет, за три года. Это же данные за три года, конечно. Дело в том, что... Спасибо вам за вопрос, потому что я недаром говорила о том, что дебаты идут и за рубежом, с какого возраста начинать. Я не приводила этот график о том, что уровень ВПЧ-поражения начинается, пик его с 25 лет. Почему до этого считается, что нет смысла вообще тестировать пациентку. Здесь все зависит от решения врача. Нет жестких рекомендаций, что нужно начинать с 21 года или с 25 лет. Ориентировка врача идет на то, как долго пациентка живет половой жизнью. То есть... Нет, мне... Нет, 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 подождите. Я пытаюсь ответить на вопрос. Я очень... А я пытаюсь на него ответить на вопрос, хорошо? Да, спасибо большое. У меня есть защитники. Дело в том, что у нас нет четкого возраста, по которому проводить... Нет, это не определено, но это даже в мире не определено. Я написала специально. 15 плюс. Нет. 15 плюс. То есть с 15 лет есть. Но если пациентка не живет половой жизнью... У меня не задавали вопрос. Обычно, если приходит пациентка первый раз на консультацию, у нее всегда берется паски на атипические клетки. Это рутинная практика. Светлана Леговна... Ну да, она поедет. 15 плюс. Это звучало в графике, который я говорю. Да, просто тогда у меня к вам, Светлана Леговна. Дело в том, что... Есть же диспансеризация, в рамках которой, насколько я понимаю, вы это делаете. А в диспансеризации довольно четко описаны все эти критерии. Там с 21 и каждые 3 года. Не забалуешь. Ежегодно. Я не могу вам сказать сейчас эти цифры. Ежегодно по скринингу предполагается. Вот спросите, зачем? Я же почему вам и говорю, что масса по программе, по скрининговой программе предполагается, что ежегодно идет обследование, которое... Меня спрой задали вопрос в Ростовской области. Я же вам говорю, что это неправильно, потому что вот я показываю о том, что нет смысла повторить так часто, если негативные мазки. Почему я убеждаю в том, что наличие использования самого методологии, оно приводит к улучшению результатов, но скрининг еще все равно не отработан, как положено. Да, если женщина пришла на прием, естественно, ей рекомендовано. А не то, что это активно. Как в каком смысле? Это не скрининг. Мы же не приглашаем. Если она приходит к терапевту, сейчас есть обязательно. Нет, подождите. На сегодняшний день. Коллеги, давайте по очереди будем спрашивать как бы Светлана Олеговна. Сейчас можно я уже отвечу. Я насколько понимаю, на сегодняшний день пациентка, поступая в стационар, не может поступить на плановое вмешательство и на плановую госпитализацию без консультации гинеколога. Если она обращается к гинекологу, ей обязательно будет рекомендовано проведение. По любому поводу, на сегодняшний день она должна пройти к гинекологу. Это как было раньше, я насколько помню, до того, как... Я знаю, что у нас 11 пунктов, по которым в плановом порядке мы, госпитализируя на операцию, не можем положить ее без мазков на атипические клетки. Она уже поступает с маммографией после 35 лет и мазками на атипические клетки. Кроме скоропомощной ситуации. Ни в один стационар города ее без этих двух анализов не возьмут. Это категорически. Мы просто все, кажется, были в заблуждении. Я правильно понимаю, это была какая-то региональная программа? Да. Это приказ региональный, который распространен по всем стационарам. Понял. Да. Да. Вот такой вопрос. Вы говорите, эта программа распространена, какой-то стационар. Тогда у меня вопрос. А как на то еще? По эволюционному программу, по эволюционному клинику. Вот такой вопрос. Население жену, такая, Ростова, да? Вы знаете, сколько у вас женщин, и какой-то интеллигент женщин, в мировом, вы знаете, а сколько женщин нахватили с ней, сучку. Да я ничего уж не говорю. Я представила данные по общему снижению. Я думаю, что детали эти все уже, они изложены в полном отчете. И они сейчас нет смысла забирать это внимание ваше. И сам по себе... Светлана Олеговна... В смысле, мое присутствие здесь необоснованное. Я думаю, мне кажется, сейчас рассужу коллег. Дело в том, что речь, судя по всему, идет о таком классически организованном оппортунистическом скрининге. И здесь, я думаю, не имеет смысла мучить коллегу вопросами контроля и охвата, которого явно не было. Потому что один из главных признаков популяционного скрининга – это контроль и охвата. И меня вообще ужасно отрадно, что аудитория настолько часто использует термин популяционный скрининг. Еще три года назад половина аудитории не знала вообще, что это такое. Я говорю про половину аудитории, я же не говорю про профессора Заридзе. Профессор Заридзе – это... Я думаю, что у любого докладчика не всегда есть ответы на все вопросы. У меня есть некоторое недоумение. Вот даже в вашем докладе, пускай это не популяционный скрининг и все прочее, но вообще уместно в вашем изложении всего этого говорить слово скрининг. При первичном обращении пациентки. А дальше вот эта интересная манипуляция такая, ну или ход ваших мыслей. Значит, она прошла возвращение в скрининг через два года. Возвращение в скрининг через 12 месяцев. В какой скрининг? Куда возвращение? Это первое. И второе. Вы сами-то верите в таблицу по снижению заболеваемости? Иль Масеевич, спасибо за вопрос. Давайте так посмотрим с другой стороны. Я просто как практически врач. Что значит возвращение в скрининг или выход из скрининга? Есть еще миграционная ситуация. К вам приходит, к любому доктору приходит пациентка. Ей рекомендовано в случае отсутствия патологии прийти через год, два, три. Это не имеет значения. Как часто пациентки в Российской Федерации, особенно в ЮФО, приходят повторно к доктору? В Сибирском округе, когда они мигрируют на юг. С юга они мигрируют в северные районы. Как часто они приходят? Редко. Я говорю о том, что если пациентка привязана к этой женской консультации, она придет. Разыскивать никто никого в Российской Федерации не разыскивает. Поэтому лично это не ко мне вопрос. Это вообще налить такое здравоохранение у нас. Мы не вызываем же активно. Это же не послеродовый новорожденный, которому мы активно проводим патронаж. А я вам говорю о здравоохранении. Коллеги, вы спорите о разных вещах. Дело в том, что доклад Светланы Олеговны по большому счету был посвящен опыту применения жидкостной цитологии в оппортунистическом скрининге. Сейчас мы обсуждаем уже организационные вопросы. А мы должны, по большому счету, эти организационные вопросы освещать в нашей второй половине нашего симпозиума. Тогда, когда... Я хочу, так сказать, продолжить. Вы совершенно правильно сказали. Я боюсь, что вы зря, после очень хорошего обзорного доклада, очень взвешенного доклада о том, что происходит в мире в этом плане, очень взвешенный, интересный доклад, так сказать, там, все было правильно. Вы решили показать ваши местные ростовские успехи. Вот это было надо отложить на будущее, потому что они неубедительны. Неубедительны. Здесь народ, так сказать, понимает, в чем, так сказать, едят скрининг, и поэтому то, что вы рассказываете про Ростов, это не скрининг. И про это давайте забудем. Забудем, как будто вы об этом не говорили. И не говорили о том, что у вас снизилась заболеваемость. Самое главное, что то, что вы нам рассказали, это был очень взвешенный, хороший обзор ситуации по скринингу рака шейки матки в мире. Это, так сказать, во-первых, так сказать, конечно, жидкостная цитология лучшей, так сказать, цитологии, вот, так сказать, мазков. Это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что появился новый метод тестирования на ВПЧ. И так далее, и так далее. Все очень правильно. Но на время, так сказать, о своих успехах в Ростове забудьте. Вы просто применяете технологии, изучаете технологии и пытаетесь успешно, я надеюсь, применять это с пациентами. Но это не скрининг. Вообще, спасибо за хороший доклад. Спасибо большое.